Друзья, товарищи и комрады, всем здравствуйте! Настал очередной день очередного бритья. Так, и сегодня у нас новичок на канале, да, с последней распаковочки. Вот такой вот станочек Threadberry от компании Blackland Trasers. Вот так он весь переливается, переливается, да, по размерам. Агрессивность, как заявляет производитель, пять с половиной из десяти возможных, ручка 95 миллиметров, глава закрыта, с обоих сторон. То есть, кто боится, лезвиями не поцарапается. Так, что по нему еще сказать. Вес, да, взвесил вес 119 грамм. Ну, они заявляют 118 с половиной, да. Нормально, обманули в нашу пользу. Так, лезвиями. Лезвиями сегодня будет, как и говорил, хочу проверить их на вот такой вот тастер, на зеленых. Так как лезвие давно известно и, думаю, многим известно. Так, и вот так вот он раскручивается. Да, вставил терапластую пластиночку. Соответственно, вот так вот крышку не снять, приходится переворачивать. Так, и лезвия. Лезвия Astro Superiol Platinum. И загружаем. Кидаем. И сверху плиту. И закручиваем все ручкой. И вот так вот. Сейчас протру. Станок зеркальный, сразу следы запотевают. И идеально ровно вылет. Потом смотрится. Отлично. Так, и решил взять косметику и все остальное под стать станком. Мылом. Мылом. Мылом у нас сегодня будет вот такой вот. Талон плюс стил. Канадский артизан. Половар. Это лимитка Indian by. Ну, соответственно, понимаете, да? Аромат Bayram. И вот такой вот лосенчик к нему. С таким вот бузатором. Пипеточка. Отлично. Попробуем. Так. Ну, соответственно, сбивать мы это все дело будем вот в такой чаше. От компании. Какая там часть? Такая вот в нем. Все. Сегодня морская тематика, да? Кораблики. Компасы. Да. И эту чашу прислал Паша. Паша с канала Brooklyn Production. Паша, привет тебе и большое спасибо. За возможность попробовать такие шикарные вещи. Так. И сбивать это дело мы сегодня будем вот таким вот лозочком. От Вадима Лебедича. Такая вот интересная синтетика. Ручка. Кап клёна стабилизированная. Такой вот фиолетово-розовый. Титановая юбочка. И по размерам 26 на 50. Довольно-таки упругий. Но для этого мы и взяли чашу, да? И не такую большую. Чтобы влез. Так. Да. И комплектом есть еще ручка такая. Тоже капклёна. Титановая вставка. То есть титановая ручка. Капклёна вставка. Очень красивая. Но, как говорится, пользоваться мы ей сегодня не будем, да? Так что не разбивать вот такую красоту. Кстати, довольно-таки похожие ручки по форме. Да. Так. И предлагаю вот таким шпительком в мыло, чтобы по мосту не лезть. Да, я там, видите, уже набирал. Ну, давайте вот... Ну, дофига. Останется. Ничего страшного. Лучше останется, чем не хватит. Так. И давайте так-то по дну чаши немножко распределим. Ну, довольно мягкая. Даже, я бы сказал, очень мягкая. Крем. Как крем такой. Кроп. Кроп. Это что-то между мылом и кремом. Ну, вот так вот и нам не хватит. Так. И, следовательно... Ух, скользкая. С пальцем никак не смывается. Так. Хватит убираем. Мыло. Оу. Полетел. Мыло закрываем. Помазок купаем. Ну, давайте вот хорошенько покупаем. Прогрелся. Будет приятным. И хорошенько отжимаем. Если что, добавим у ситуации воды. Так. Держимся за нашу кнопочку. И начинаем забор. Оу. Кусочки начинают уже отлетать. Вот это плохо. Чуть воды. Капелек. Чтобы он не так сухо шел. Ух, аромат. Аромат просто бомба. Ребята, особенно кто любит ароматы Bayram. Если подвернется это мыло, то что на официальном сайте уже нету продажи. Ну, если вдруг там может на каких-то площадках, еще где-то, подвернется, берите смело. У ТТХ тоже мыло отличное. Одно из топовых. Я думаю, не прогадаете. Прямо тут даже меньше лавра, да? Которая, может быть, кому-то и не нравится. Но он более такой цитрусовый. Может быть, красный апельсин, грейпфрут. Вот что-то такое. Ну, как заявляет сам производитель. Ну, залез, почитал на официальном сайте. Аромат этот цитрусово-цветочный с добавлением аромата лавра. Ну, как я понимаю, лавра не то что ловушку, да? Которую мы в сутки даем. А лавра благородная называется, насколько я помню. Вот такая вот получилась сметана. Давайте, я думаю, чуть-чуть водички прям. Четыре капли. Немножко разбавим. Так, где наша кнопочка? Это то, что получается. Вообще шикарно. Просто сметана двадцатипроцентная. Так, чашу в сторону. Блин, что, плоско чешется? Так, давайте немножко смочим. А то пока смыл на волос уже все высохло. Лишь лишним берем. Так, и наносим. Да, аромат прям. Давайте чуть-чуть прям у водички. Аромат бомба. Щетина. По-моему, четыре огневые. Могу ошибаться. Так, и давайте. Сплоснем заодно, прогреем нашего трендера. На лезвиях астром. Зелененький суперевый платином. Ход по накатке, хочу сказать, таки довольно-таки не очень она ощущается. Но пока не скользкий. Может быть из-за того, что держу палец под пяткой. Так, ну давайте первый проход просто. Как говорится, по первым штрихам нареканий нет. Ничего не цепляет. Под своим действием как танк пьет. Шикарно. Пока все нравится. Рано радоваться, пока не попрились в обратку против роста. Ну, по первому проходу однозначно топ. Да, много остается. Но у нас еще два прохода как минимум. Так, сполосну без ладовки. Давайте умываюсь и второй проход. Секунду. Пена никак не хочет смываться с лица. Скользкая. Очень скользкая. Так, и то, что у нас после первого прохода. Давайте заберем, да. В принципе, я думаю, может быть, того бы и хватило даже на три прохода то, что осталось по маске. Но, коли уже мы набрали, то смысл ее сливать, да, пускай. Пена поработает. Да, и навели мы густоватую. Чуть-чуть намочим воздух. Я не знаю, аромат, по-моему, даже сильнее становится. Ну, как-то, даже не знаю, как объяснить. Он не постоянно им пахнет, а как-то он меняется, что ли. То цитрусом, то лавром. Ну, может даже какая-то гвоздика пролазит. Так, сполоскиваем станок. И второй проход поперек. Продолжение следует... Пена немножко густовато, пена отвода не очень хорошо пролазит. Но я думаю с жидкой и в общем-то с нормальной пеной проблем не будет. В принципе это тоже не проблема, просто нужно чуть подольше подержать. Пена обратно нужна, но довольно таки после двух проходов относительно не чисто, секунду, умываемся. Да, пена скользящая. Так, и после второго прохода у нас осталось. Максимально все забираем, чтобы ничего не осталось, дабы не сливать в ракену. Ну, в принципе, в принципе и все. Сразу требует воды. Да, вот, как говорится, что значит кайфовое притю. Получаешь эстетическое удовольствие. Во-первых, когда бредишься с дорогими предметами. Но, опять же, не все дорогие предметы хорошо бредят, либо хорошо работают те же станки, те же мала, те же помазки. Так, и третий проход, о-о-о, не пол, против, против раскочетинок. А в этом случае совпало все. Вот, и сейчас мы после третьего прохода еще посмотрим, насколько ли чисто выгревает 3D. Поехали. Олево-о, а-а-а. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, и на приемочке Ну вот и все Ну слушайте, тут я с Паши С Паши не согласен в одном Когда он говорит, вам брились хорошо и без эмоций Ребята, блин, без эмоций я брился кассетником Вот когда неохота, но надо А тут эмоции просто зашкаливают Очень здорово, мне очень нравится Гладкая, чистая бритюра с отличными предметами Паша, бритюр с эмоциями Так, ребят, секунду, умываюсь и пару слов Так, и давайте сразу нанесем Хотя ни стягивай, ни подтягивай, ничего нету Отлично мыло отработало Нанесем вот такой вот лосьон Насколько помню, много его не надо Так, он относительно такой маслянистый Ну и хорош Видел он такое, как коричневое молоко Как кофе с молоком Цвет такой у него интересный Лосьон, не знаю, эмульсия может быть И работает он очень-очень интересно Пока нанес, спирта уже не было Сейчас начинает сжечь все лицо Но, как я подозреваю, это не из-за спирта У меня такая реакция на корицу Ну, видимо, да, в составе есть корица Работает вот как Old Spice Original, индийский Сейчас немножко оставлю, посмотрите, да, был обзор Вот он точно так же работает Очень сильно жгет лицо И где-то, может, через секунд На 30-40 затихает, затихает И уходит на нет Да, вот лосьон После нанесения на кожу Немножко отличается ароматом от мыла Мыло он такой более, скорее всего, лавром Да, вот этим байрамом пахнет Здесь более такой цитрусово Наверное, то ли гвоздичный такой Ну, интересный аромат Более в цитрусовый уходит Ну, давайте сразу и полосим Да, работает отлично Аромат держится около 6-8 часов на мне Вот про эффекты я сказал, да, то, что жжение Ну, возможно, только у меня, потому что меня не особо я переношу в корицу А в остальном все Убирает раздражение Снимает всякий Шикарный, шикарный лосьон В принципе, также и шикарное мыло От канадского производителя, да Талл Плюс Тил С Так еще покажу, он выглядит Довольно-таки мягкое мыло А, по тоже нестандартные размеры баночки, да Вроде банка большая, но здесь всего 85 грамм Также и туб вот этот стеклянный 88 миллилитров Три мунции Флорентийских Ну, в принципе, довольно-таки надолго хватает По помазку Отличный помазок Сделан по моим, наверное, размерам, заказам Не помню уже Вадим, если смотришь, большое спасибо тебе за такой шедевр Просто шикарный помазок Красивый Ну, в принципе, ручка тоже, да Но не в этом обзоре Чаша Отлично отработала Сбила, дала Такая красивая В тему корабликом С компасом Роза ветров Да, тут даже вот снизу есть Клеймо Такое Картанчоист Да, Паша, спасибо еще раз тебе за подарок Пригодился Очень хорошая чаша Использую часто Так И Станок Отличная штука Ну, не знаю Как советовать, не советовать Мне очень понравился Если подвернется Если есть свободные финансы Возможно Ну, думаю Так как станок редкий В продаже сейчас появляется не часто Тем более у официалов его Мне кажется, вообще не найти А есть Open.com По-моему, еще есть в продаже Кстати, вот Open.com Вы можете обзор посмотреть у Паши С канала Grouping Production И сразу Паше Такое Хочу сделать предложение Паше Смотри Давай вот такой станочек свой Тоже прогони, пожалуйста На Астрии И сравним ощущения Насколько он будет злее Ну, понимаю, да Оброслость разная Станки немножко разные У меня закрыты У тебя открыты Ну, тем, мне кажется Будет интереснее Ну, как там Поддерживаешь? Так И по станку Что еще сказать? Ну, бритье Чистое Именно вот на Астри Мягкое Бритье Очень мягкое Может быть, конечно Тому и поспособствовала мыло Да, вот эта косметика Ну, конечно, не без этого Но станок мне понравился И длина ручки И вес Бреет Не давить Не нажимать не надо Просто положил Сам ползает Отлично Лезвие не спотыкается Тем более Все закрыто Если кому-то мешают Ушки Мне, в принципе, они не мешают Я никогда им не резался Так что, как-то так И вроде Обо всем сказали Ну, по лезвию Астра Все знаете Лезвие шикарное Почти во всех станках заходит О, заходит Заходит, да Так Ну, и Наверное, на этом все Да, ребята Спасибо, что посмотрели Ставьте лайки Подписывайтесь Мне очень приятно Тем самым Вы поддерживаете канал Ну, а на этом все Реведачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok